31 октября китайские власти официально объявили, что взрыв на площади Тяньаньмэнь в Пекине, который произошёл за несколько дней до этого, является терактом. Они сообщили, что в автомобиле, который на полном ходу врезался в толпу туристов на площади и потом загорелся, были члены исламистской группировки из региона Восточный Туркестан – уйгуры по национальности. Как стало известно, было арестовано пять подозреваемых в районе столицы, а также не менее 53 уйгуров в регионе Синьцзян. Впрочем, официальная версия верят не все. Особенно если учитывать, что все обстоятельства произошедшего были тщательно скрыты китайскими властями, и получить какую-либо независимую информацию из открытых источников просто невозможно. После взрыва на площади Тяньаньмэнь пекинская полиция заблокировала всю информацию, были изъяты снимки у всех очевидцев, включая репортера агентства Франс Пресс, а также удалены все фото и комментарии в блогах. Кроме этого, администраторы китайских социальных сетей издали предупреждения для свидетелей не выкладывать никаких подробностей о произошедшем в сеть и не вести обсуждений. Например, одна филиппинская студентка, которая пострадала в том инциденте, рассказала в своем микроблоге, что машина приближалась очень быстро и постоянно сигналила. После этого девушка потеряла сознание. Она очнулась уже на земле. Позже она рассказала, что ее аккаунт в микроблоге был удален. При этом многие обстоятельства, которые предшествовали так называемому теракту, вызывают еще больше вопросов. Например, почему еще до инцидента полиция временно закрыла ближайшую к площади станцию метро? Или почему в правительственных учреждениях запретного города именно 28 октября был короткий рабочий день? Некоторые свидетели говорят, что за автомобилем с уйгурами гнался белый джип. Позже в газете Deutsche Welle вышла статья, в которой также было поднято много вопросов. Например, почему вместе с предполагаемым террористом-смертником в машине также оказались его жена и мать. Или как могли не сгореть плакаты с радикальными исламистскими лозунгами, которые якобы были найдены в автомобиле. В связи с этим международные СМИ выдвигают много версий. Возможно, это была полицейская погоня за подозреваемым, которая вышла из-под контроля. Или что-то другое. «В Пекине такие меры предосторожности, что и мышь не проскочит. Но при этом не было обнародовано ничего. Ни маршрут, по которому следовал автомобиль до места инцидента. Ни само место взрыва». Представитель Всемирного уйгурского конгресса Алим Сейтов говорит, что власти Китая сгущают краски вокруг обычных инцидентов, чтобы оправдать преследования неугодных групп. Например, представители его народности, которые в основном являются мусульманами. «При возникновении любого насильственного или ненасильственного инцидента, вне зависимости от фактов, коммунистический режим всегда будет фокусироваться только на том, что будет способствовать достижению его политических целей». Китайская полиция пока раскрыла только имена предполагаемых террористов. Позже японский журналист Асахи Симбун попытался встретиться с родственниками подозреваемых в регионе Синьцзян. Однако ему помешала полиция, сообщив, что любые интервью запрещены.